Доброе утро, коллеги! Потихонечку ещё подключается, да, вот у нас звук подключает человек, плюс ещё будут присоединяться, но мы начнём. Итак, меня зовут Ольга Царёва, сейчас немножко расскажу вам, кто я такая, чтобы вы понимали, почему я с вами разговариваю, и потом будем с вами говорить на тему, которая сегодня была заявлена. А я учитель английского языка, у меня опыт работы получается уже 19 лет, и я работала всегда именно преподавая английский язык, но в разных очень контекстах, то есть я работала в государственной школе, и в частной школе, в этой частной школе я была и учителем, и курсы там создавала, и методистом, и теперь я фрилансер, то есть я самозанятый учитель, работаю я сама, и то, что сегодня я буду рассказывать, приложимо и к моему контексту нынешнему, но так как у меня богатый опыт работы и в других контекстах, то я думаю, что вы сможете под себя это адаптировать. Даже если вы работаете в школе, и в государственной, и в частной, или вы, например, работаете, я работаю с группами детей, а вы работаете с индивидуалами, это может быть для вас тоже вполне актуально, то есть просто вы под свой контекст будете уже адаптировать. Итак, да, если у вас какие-то появляются вопросы, вы, пожалуйста, их пишите в чат. Я, когда рассказываю, обычно чат не читаю, неудобно, сбиваюсь, а потом, когда я закончу, я ваши все вопросы прочитаю и на них отвечу. Может быть, имеет смысл задавать их чуть попозже, где-то делать пометку, потому что, возможно, я отвечу сама, да, то есть придется дополнительно дублировать, то есть можно фиксировать вопросы, а когда уже дело к концу вебинара пойдет, можно их в чат мне написать, я на них отвечу. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, кто-нибудь плюсик мне, что меня слышно, видно, нормально. Так, вот Валентина не может подключиться, ей, скорее всего, нужно перезайти. Так, здорово, все, тогда мы начинаем. В Валентине, возможно, можно написать сообщение, чтобы она перезошла, потому что не получается подключить звук, но у меня не слышно, коллеги. Так, итак, поехали, работа с родителями. Ну, что я такая, я немножко рассказала, преподаю английский язык подросткам в группах, теперь это подростки, раньше это были очень-очень разные возраста, преподаю английский язык взрослым индивидуально, консультирую учителей по вопросам обучения с двух лет. Почему с двух лет? Ну, потому что я создавала курс по обучению с мамой, когда у меня был ребенок свой маленький, и прошла с ним все вот эти этапы. Я знаю методику преподавания, начиная с двухлетнего возраста. Работаю методистом языковой школы, я удаленно работаю, да, и воспитываю двоих сыновей 6-13 лет. Итак, значит, почему я считаю, что преподавателю в любом контексте важно работать с родителями учеников? Я считаю это важным как родитель прежде всего, и у меня небольшая история с этим связанная. Я учила своего старшего сына, начиная с двухлетнего возраста, и до 7 лет у меня была группа, большая, замечательная группа, в которой сначала были мамы, потом без мамы учились. Когда им исполнялось 7 лет, я ушла в декрет. И эту группу я была вынуждена временно передать другому преподавателю, ему свои хорошие коллеги. Этой коллеге я очень доверяла, я знала, что инфосфера в группе будет очень хорошей, доброй, такой теплый понимающий. И в плане методики все будет хорошо, ребенок будет научен. Но так как я потеряла контакт с происходящим в классе, даже не могла в школу приходить, я дома была с младенцем, у меня возникли какие-то тревоги и непонимания того, что происходит на уроке. И я когда это проанализировала, подумала, что, наверное, родителям некоторым в особенности тоже непонятно, что происходит на уроке. И пусть даже хорошо мои родители меня знают, со мной очень долго, они видели, как я работаю. В принципе, они оторваны от этого процесса, и, возможно, это вызывает какое-то недоверие, тревогу и так далее. И я решила, что надо как-то плотнее работать с родителями учеников. Это важно для меня как для учителя, потому что я уверена в том, что вот этот треугольник, родитель, учитель и ребёнок, ученик, он должен работать как часы, и тогда эффективность обучения возрастает. И ещё это для меня важно по целому ряду причин. Я считаю, что эффективная работа с родителями, во-первых, экономит время учителем. Если мы грамотно и вовремя с родителями работаем и разговариваем, то потом гораздо меньше возникает вопросов. И нам не приходится в середине учебного года в коридорах между уроками, из того, чтобы отдыхать и восстанавливать силы, готовиться к следующему уроку, как-то прорабатывать вопросы с родителями. То есть больше вероятности, что такой потребности не возникнет. А это увеличивает, я имею в виду, эффективная работа с родителями, увеличивает retention. То есть дети в группах или индивидуально, неважно, остаются с нами на несколько лет. Не уходят от нас, продолжают учиться. Эффективная работа с родителями показывает вашу экспертность. Сейчас об экспертности говорят везде. Все, кто учит преподавателей, эффективно продавать свои курсы, говорят про экспертность. И на самом деле это не случайно. Если вы подумаете хорошенько, то когда вы ищете преподавателя для своего ребёнка, то вы ищете источники информации, где будет написано, что он эксперт, что он разбирается в своём предмете. Он и в предмете разбирается, и научить можете ему. И вот если вы эффективно работаете с родителями, вы можете спокойно показывать свою эту экспертность. Далее. Это снижает тревожность родителей, что очень важно. Тревожные родители – это ваше время, это ваши нервы. Это повышает доверие родителей к учителю. Ну, то есть снижает тревожность соответственно, экономит ваше время. Эффективная работа с родителями повышает качество преподавания. Казалось бы, странно, но ничего странного, когда вы с родителями работаете плотно и эффективно и вовремя, вы берёте на себя определённые обязательства. Когда вы берёте на себя обязательства, вы их будете выполнять. Это повышает качество преподавания. Ну, например, у меня это так всегда было. И, соответственно, если повышается качество вашего преподавания, то улучшаются результаты ученика. Да-да, на другую работу, на другую книжку. Поболело бы ещё недельки четыре. Кто нам нормально с нами тут? В церемонии. Спасибо. Да, микрофончики, пожалуйста. Дальше, значит, что я делаю? Что я понимаю под эффективной работой с родителями? Я сейчас вам перечислю, что я делаю. Можно пока не задавать вопросы, потому что потом по каждому пункту я пройдусь отдельно. Я организую собрание родительские в конце августа. Я это провожу онлайн, потому что я работаю только онлайн. Я пишу мини-отчёты в родительский чат после каждого занятия. Я готовлю полугодовые-годовые отчёты или итоговые отчёты. И я поддерживаю родителей индивидуально в случае необходимости. Так, первый пункт – это собрание. Вроде бы с ними всё понятно, почему я считаю, что это важно. Например, в моём контексте это очень важно. Я работаю только онлайн, и родители меня не видят. Они не появляются в школе. Ну и, в принципе, когда взрослые дети, то же самое, да, там те же подростки, они же сами ходят на занятия и в школу, и к преподавателю. И родители преподавателя не видят. Они его не знают лично, не знакомы, не видели вообще под часть даже в лицо. А это очень важно, личный контакт с преподавателем. Я хочу, чтобы родители хотя бы раз в год увидели меня, услышали меня, что я там, не знаю, нормальный человек, нормально говорю, спокойно, стройно выражаю свои мысли, и мне можно задать вопрос. И, конечно, я эти собрания, которые я провожу онлайн, в конце августа я это делаю, конечно, я их записываю на видео. Не все родители могут присутствовать, но большинство приходит очно. Очное присутствие важно. Я сама знаю, что мне проще любой вебинар очно прослушать, потому что потом мне трудно найти время. И более того, когда я прослушаю вебинар, на том конце нет какого-то живого человека, у меня снижается концентрация внимания. Мне труднее слушать. Вот. Ну и плюс это по горячим следам можно этот вопрос животрепещущий задать. Провожу я их в конце августа. Я повторяюсь, почему в конце августа. Ну, понятно, что в конце августа обычно вторая половина, то есть две недели или последняя даже неделя августа, все уже возвращаются из отпусков, в основном, и готовы уже думать, ну, готовы, не готовы, и думают про будущий учебный год. Да, там, собирают детей в школу и какую-то траекторию образовательную выстраивают, подбивают расписание. И в этот момент к собранию они готовы морально. А для кого я провожу? Я провожу для родителей каждой группы в отдельности. То есть даже если одного и того же уровня группа, все равно с каждой в отдельности я разговариваю. Ну, во-первых, каждая группа уникальна, там, по многим параметрам. Ну, и во-вторых, когда вопросы возникают у родителей, они возникают касательно конкретно этой группы. Лучше прямо внутри этой группы на них и отвечать, да, чтобы другие там в лишний раз не думали там о чем-то, да. Дальше. Сколько времени собрания занимают? Короткие собрания? 25-35 минут. Это с вопросами вместе. Я не занимаю много времени у людей, потому что у всех много других дел кроме меня. Так. Значит, что я озвучиваю на собраниях? Я сейчас, опять же, коротенько, а потом подробно. Говорю про организационные моменты, говорю про перспективы, говорю про методы и активности, которые использую, говорю про то, как оцениваю детей и говорю про обратную связь, которую они получат от меня. Итак, организационные моменты, что я имею в виду, вот их много. О них быстро получается сказать, но их много, если их разложить по пунктам. Ну, понятно, это расписание, обязательно расписание, я стараюсь не менять с года в год. Да, в основном школы игрушки меняют, я не меняю расписание. Иногда теряю из этого детей, но все равно это все-таки меньшинство детей, которые теряют. Говорю про длительность курса, сколько длится. У меня это с сентября-про-еюнь 10-месячный курс. Говорю про каникулы и праздники, обязательно, потому что если вы это не проговорите, у вас на нынешнем и потом возникнет вопрос, а учимся ли мы в каникулы. В каникулы мы учимся, в моем случае, например, в вашем контексте. Ну и потом каникулы, опять же, если дети приходят из разных учебных заведений, то каникулы бывают в разное время. Мы учимся в каникулы, но есть государственные праздники, в которые мы не учимся. Я не хочу работать там, да, в новогодние праздники, 8 марта, 9 мая, там, 23 февраля, и я это озвучиваю сразу. А длительность занятий, сколько длится, ну, в моем случае, 90-минутные уроки. Материалы, говорю, где купить, даю ссылки на ресурсы, где можно приобрести материалы. Если дать только название учебника, то есть велика вероятность того, что не то купят, не то издание и так далее. Говорю про дату первого урока. Говорю про пропуск урока, что происходит, если ребенок пропускает урок. Это прям очень важно. Вместе с каннибулами и праздниками. Если вы, например, работаете не в школе, то это ваши деньги. И в моем случае, я, то есть, если вы работаете на себя, то у вас есть ученики личные, то это важно озвучить сразу, чтобы потом не было конфликтов и вопросов. И придумать какую-то систему, работать с этими пропусками. У меня система простая. Я работаю онлайн, и поэтому я могу записывать уроки. Я сразу говорю о том, что я уроки записываю и перерасчеты я не делаю. Ребенок, который пропустил урок, садится, просматривает урок, вместе с нами проделывает задание. Понятно, что это не полностью компенсирует урок. Естественно, что живой урок – это совсем другое. Там интерактив, как минимум, да, включен. Поэтому у меня еще есть дополнительный способ компенсации пропущенных уроков в случае, если этот пропуск отразится на успеваемости. Расскажу про это. Говорю про отмену уроков. Я тоже болею. Иногда там всякое происходит. Иногда я отменяю уроки. Такое случается. И, конечно, если я их отменяю, я об этом говорю, оплата, естественно, пересчитывается на следующий месяц. И также, очень важно, я говорю про зоны ответственности семьи. Когда мы договариваемся на берегу с учениками, с родителями учеников, в данном случае, я говорю про то, что я беру на себя как обязательство. Но есть еще зоны ответственности семьи, на которые я никак не могу повлиять. И если они эту ответственность не несут, то эффективность занятий снижается иногда прямо до нуля. В моем контексте я работаю онлайн. Зона ответственности это, там три их получается, это материалы, они обязуются обеспечить ребенка материалами. У ребенка должна быть книга и рабочая тетрадь, учебник и рабочая тетрадь. У ребенка должен быть хороший интернет, хорошее интернет-соединение. Казалось бы, когда ребенка устраивает учиться онлайн, это очевидно, но нет. Про это нужно говорить и потом про это напоминать. Потому что то, на что мы повлиять не можем, это то, что делает невозможным работу ребенка в группе. Ребенок, даже если он очень замотивированный, если у него лагает интернет, он не может держать концентрацию и внимания. И этот вопрос нужно решать и быстро, это их ответственность. Об этом нужно писать. Сегодня у Маши был плохой интернет, пожалуйста, как-то поработайте. Иногда это бывает разовая история, иногда прямо в системе, тогда это беда. То есть их ответственность это материалы, это хороший интернет, это нормальное устройство для занятий. Телефон не подходит, мы сразу говорим, нам нужен либо ноутбук, либо хотя бы планшет, то есть что-то с нормального размера экраном. Я на уроках экран демонстрирую, мы там выполняем задания, и я что-то пишу, дети там пишут, и у меня интерактивное учебное демонстрируется, на телефоне, конечно, это не видно. Вот, надо подумать о том, что, вот как вы считаете, за что ответственна семья. Если это оффлайн занятие, и к вам приходят в школу, там или не в школу, в центр, домой, то дона их ответственности это привезти ребенка. То есть они должны вот кратное занятие, если ребенок, тем более, естественно, выдерживать. Так, ну и я еще говорю, упоминаю, и опять же, это зависит от контекста, нужно говорить про то, что если вы можете, например, да, давать справки налогового вычета, ну вот в моем случае я самозанятая, и некоторые налоговые по моим чекам, например, в Москве и Вярославле делали вычеты, в Петербурге не делали. Ну, то есть это зависит от налоговой, и мы не можем на это повлиять, но если, например, вы работаете в школе, то школы обычно могут давать чеки там и другие документы для оформления вычета. Это нужно озвучивать для некоторых родителей, это очень актуально, некоторые семьи прям постоянно оформляют вычеты. А если, да, говорить про справки для общеобразовательных школ, про справки о дополнительных занятиях там в школе нужно, чтобы ребенок посещал дополнительно 10 часов в неделю, и даже самозанятые могут эту справку предоставить. Если можно оплачивать интересным капиталом на наши занятия, например, эта школа, то тоже об этом нужно сказать. Вот, это организационные моменты. Дальше. Я говорю про перспективы. Что такое перспективы? Это наше вот видение процесса обучения. Важно рассказать об этом родителям, потому что важно, чтобы они понимали, что язык учится, ну, вообще-то и другой предмет, данный, вот, в моем случае, это язык, учится много лет, и этому есть причины. Поэтому я вкратце знакомый родителей с CFA, с Common European Framework, вот этой системой уровня языка, показываю эту табличку и рассказываю вкратце вообще, о чем она. Говорю, где мы находимся сейчас с этой группой, и куда мы идем, а куда мы идем. Ну, идем мы в идеале к хорошему уровню B2. Хороший уровень B2 это конкурентный уровень. То, что ниже, не конкурентно. Такой конкурентный уровень. Это уровень, которым обладает меньшинство людей, владеющим английским языком и другим иностранным языком, не носитель. То есть, в мире большинство людей, которые как-то учили английский язык, например, ну, английского это касается, и его используют в своей жизни, они обладают уровнем B1. Это хороший уровень, такой бытовой. Он позволяет на этом языке выживать, ориентироваться, решать вопросы и на многие темы разговаривать. Но он не конкурентен, потому что очень многие люди на этом уровне именно и пользуются языком. И меньшинство идет выше, поэтому он и конкурентен. Плюс, с уровнем B2 можно учиться и можно работать. То есть, если работодатель требует язык, то обычно ему нужен сразу B2. Вот. Говорю о том, о темпе движения по этой лесенке. Да, мы знаем, что чем выше уровень языка, тем медленнее темп, быстрее меняются уровни в начале пути. Говорю о том, что есть уровни, есть подуровни, то есть есть А2, B1, B2, но есть еще B1+, B2+, опять же, вкратце. И говорю, чему соответствуют русские экзамены, например. Я говорю, что ОГЭ это А2, нужно иметь хороший А2, чтобы успешно сдать ОГЭ. И ЕГЭ это хороший B2. Вот. Вкратце упоминаю про международные экзамены как способы фиксирования результата. Ну, понятно, что сейчас это менее актуально, потому что международные экзамены, кембриджские экзамены не принимаются в России, но есть центры, которые принимают пробные экзамены, и там можно фиксировать свои результаты, чтобы не терять форму и получать опыт сдачи экзаменов. Я об этом говорю, но я сама к экзаменам не готовлю. У меня есть коллега, которая готовит, и у меня есть экзаменационный трек. Если ребенок занимается у меня два раза в неделю, я к ней отправляю на экзаменационный трек раз в две недели. Она собирает группу и рассказывает про формат, и тестирует детей в начале года, в конце, то есть такой вариант тоже есть. Перспективы я говорю. Дальше. Говорю про методы активности. Не все, конечно, подряд, никому, они неинтересны, но говорю про такие вот самые могут быть яркие и важные, чем мы занимаемся чаще всего. То есть, например, говорю про групповую парную работу, почему я это делаю, почему считаю важным. Если какие-то проекты про них говорю, что они будут, тем более про международные проекты, если они планировались, планируются, если там мы делаем обзоры статей и книг, раз в месяц тоже про это говорю. Говорю про One Minute Talk, вот в этом году у меня уже Two Minute Talk с высокими уровнями подростков, это просто формат, формат монологической речи. Дети раз в определенный период готовят это высказывание, монологическое, на определенную тему, по определенной схеме, и это хорошо работает на развитие, в том числе, спонтанной речи, потому что монологическая речь подготовленная, если она заученная, хорошо презентованная, развивает и спонтанную речь. И, думаю, итог, потому что это устная часть говорения в ЕГЭ. Ну, одна из частей. Так, говорю про оценивание. Что говорю про оценивание? Говорю, как часто провожу тесты. То есть, например, у меня 10 месяцев курс, а 12 юнитов, соответственно, 12 прогресс-тест. Ну, чуть чаще, чем раз в месяц, я их тестирую, говорю про это. И говорю про еще контроль результатов тестирования и индивидуальной консультации. Я обещала вам сказать, как я еще компенсирую те случаи, когда ребенок пропускает занятия, и потом это влияет на его успеваемость. То есть, у меня, как я делаю, ребенок пишет тест, и он должен его написать на 60% или выше. Это международная практика. 60% это минимум, показывающий, что материал усвоен. Если процентов меньше, значит, материал не усвоен. И в этом случае я назначаю бесплатную индивидуальную консультацию с ребенком, договариваюсь на время, провожу ее. Обычно это короткая консультация, полчаса максимум занимает. И там я разбираю с ребенком ошибки в тесте. Смотрю, во-первых, что у него там за ошибки. Понимаю, какая тема или под тема запала, мы смотрим на них, отрабатываем, как я объясняю заново, тренируемся на каких-то других упражнениях, заново делаем этот тест, кусочек теста, и на дом я его отпускаю с дополнительным заданием на ту же тему. Мне нужно убедиться, что ребенок послушал меня, проделал, понял, и теперь может проделать сам, воспользоваться знаниями. Это происходит нечасто, в группе обычно один человек может и не каждый тест запасть, и тогда я провожу консультации, это тоже способ компенсировать отсутствие перерасчетов за пропуском. Так, обратная связь. Как я даю родителям обратную связь? Я пишу мини-отчеты дважды в неделю. Что это такое? После урока я трачу три минуты своей жизни на то, чтобы в чате родителям написать, что мы делали, чему учились. Сегодня учились кому-то. Кратко. Если есть, что прокомментировать, объяснить, что-то, да, мне хочется пояснить, пишу. Например, лексику мы берем не отдельными словами, а в коллокации. Почему? Коротенько могу написать. Если есть чем похвастаться и порадоваться, тоже пишу. Если есть за что поругать, мне пишу. Нельзя ругать детей в мини-отчетах, это плохо влияет на вашу репутацию. Ну, и портит настроение родителям, и никак вам не помогает в вашей дальнейшей работе точно с этой группой. Поэтому, что делали, чему учились, и, может быть, если есть чем поделиться в плане там каких-то фотографий, скриншотов тоже можно. Вот. Формальные отчеты пишу 20-й год в декабре и, получается, в июне. И в этих формальных отчетах вот они уже развернуты, документ, в котором указаны результаты по каждому юниту. Я введу табличку, в этой табличке дети, в смысле я, отмечаю результаты по зачетным работам. Кроме теста у меня еще есть ряд зачетных работ, письмо, например, пневмологическое высказывание, видеорефлексия, работа со словами на платформе. Вот. Все это либо зачетный зачет у меня стоит, либо в цифрах. Если есть проценты или баллы, выставляю в баллах. У меня получается табличка, где написаны юниты, и по каждому юниту каждого ребенка стоят какие-то цифры или слова. И это входит в отчет. Плюс в этом отчете я пишу, с чем мы занимались в этом году. Это лексика, драматик и функции. Но так как я работаю по одним и тем же учебникам, то отчеты у меня из года в год перетекают плавно, ничего это каждый раз писать не надо. Вот. Табличку заполнять надо. Вот. Дальше. Ну и вот. Да, коллеги, можно уже формулировать вопросы, потому что я двигаюсь к последнему моменту про собрание, ну про работу с родителями. Я оказываю индивидуальную поддержку родителям, если это требуется. То есть есть такие случаи, когда необходимо. Тогда. Что я делаю, сложно сказать. Индивидуально поддерживаю, это очень индивидуально. Можно сказать только, чего я не делаю. Так вот. И что я рекомендую не делать, не рекомендую делать. Во-первых, не оставлять вопросы родителей без ответов. Если вопрос задан, нужно на него ответить именно на этот вопрос. Не надо себе додумывать или там считать, что в этом вопросе скрыт какой-то подтекст. Нет. Вам задали вопрос, прямо на него отвечаем. Мы обязательно отвечаем на него. Это понятно, наверное. Нельзя недооценивать озабоченности родителей. Даже если вы думаете, что то, что заботит, тревожит родителя, это ерунда, во-первых, никаким образом это нельзя озвучивать. И, во-вторых, это может быть не так. Мы не знаем ситуацию в семье, мы не знаем ребенка до конца. И поэтому, если озабоченность есть, то надо с ней поработать потом, показать индивидуально эту поддержку. Не зажаловаться на ребенка, не завинить ребенка. Вот вы, например, если вам написали вопрос или попросили созвониться, или вы, у вас есть какая-то проблема с ребенком и вы хотите выйти на родителей и поговорить, то надо понимать, что любая проблема с ребенком это его проблема. Это не его дурной характер, не знаю, порочный. Это его проблема. И формулировать вашу претензию лучше в форме заботы. Например, я заметила, что Вася плохо занимается на уроке. Засыпает он. Нормально высыпается. Вы не замечали, в школе нормально все у него. Я волнуюсь, как ему помочь. Может, вы подскажете, как нам с этим поработать. Потому что хочется, чтобы эффективное занятие росло, чтобы ребенку было комфортно. Соответственно, мы не жалуемся, а тоже выражаем озабоченность и беседуем. И не стоит считать, родители обязаны понимать суть вашей проблемы. Не проблема методики, извините. Если родителю непонятно, зачем вы что-то делаете, он имеет на это право, у него вообще другая профессия. Поэтому лучше, конечно, если вам задают вопрос, на него отвечать. Объяснять даже подробно. То есть, например, зачем вы работаете в парах или группах. Вы работаете в зуме, вы детей не всех слышите постоянно, они там ошибки делают. Объясняю, почему мы это делаем. Поэтому есть методическое объяснение, психологическое, там и всякое разное. Даем ему, родителю, это объяснение. Вот. Вот так примерно выглядит система работы с родителями, которую я выстраиваю для себя и которая уже несколько лет хорошо работает. И у меня в течение года действительно минимальное количество вопросов, только если в году присоединяются родители, вот там приходится работать отдельно, ну, это понятно. А теперь давайте какие-то вопросы, если есть. Какие показатели вы вводите в отчеты? по тесту я вывожу процент, по письму я вывожу балл. Письмо я оцениваю по критериям, критерии все время разные, зависит от работы от письменной. Я их сначала детям перечисляю, показываю, они видят там у них на платформе, мы выполняем письмо, и там видны критерии. То есть нужно выполнить раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выполнил семь, получаешь семь баллов. Выполнил пять, получаешь пять из семи. И вот это пять из семи или семь из семи отражается в отчете. То есть тест в процентах, письменные работы в этих вот баллах, работа с лексикой на платформе в знаниях в процентах, видеорефлексия в формате зачет, не зачет, просто сделал, не сделал, сдал, не сдал. И монологическое высказывание тоже зачет, не зачет. Вот так. Пять у меня работ получаются, и они вот так отражаются. Чем руководствуетесь при наборе группы возраст, класс, уровень? Ну, я работаю, да, я набираю детей в группы по, то есть у меня есть расписание, и я в это расписание набираю детей. То есть, например, у меня, я набираю новую группу уровня B1, какие-то дни и часы. Я об этом заявляю, и потом, когда ко мне приходят дети, я их тестирую, тестирую устно и письменно, и помещаю в эту группу, если они подходят по уровню. Класс не очень важен. Ну, понятно, что по возрасту более-менее, но у меня есть группа B2, там такой разброс по возрасту от седьмого до одиннадцатого класса. Но там, опять же, вот у семиклассника там больше лет за спиной изучения и так далее. То есть, ну, нормально функционирует, эта группа нормально. Обычно, конечно, разброс меньше, там, два года. Не знаю, ответила, не ответила на вопрос. Вот. Так, коллеги, еще вопросы? Пока вы задаете ваши вопросы, расскажу вам про курс по обучению подростков, который мы с коллегой для вас подготовили. Кому он может быть интересен? Если вы работаете с подростками или планируете работать, возможно, он будет вам интересен. Особенно с подростками старшими, так называю, с 12 лет начинания. При ТИНСе, который уже ТИНС, 12 старше. Это курс, который мы планируем онлайн проводить с 14 октября по 11 ноября. Это четырехнедельный курс. Вот. А сейчас это маленький кусочек, он был показан этого курса. Маленький кусочек блока работы с родителями. Это не все, что есть в этом блоке, а блоков 10 штук. Формат онлайн. Это короткие видеоуроки в записи. На платформе это будет. Там же будут материалы для изучения. То есть можно посмотреть, почитать. Задания в тетради в интерактивной и обратная связь от нас. В таком формате будет проходить курс. И веду его я. Про себя рассказала и коллега моя, Елена Выроскова. Ну, в общем, с ней мы очень давно работаем. И у нее тоже опыт богатый, разнообразный. На двоих у нас получается 36 лет, что ли, работы, опыта. И она была академическим директором в частной школе в том числе. И она специалист не только по общему английскому, но и по экзаменационному. Она готовит к ГГЭ и комбийским экзаменам. И вот мы с ней подготовили курс, который будет вот так. Вот такие темы освещают, но это очень кратко. То есть на этом курсе мы будем говорить про обучение четырем навыкам, чтение, письмо, аудирование, говорения. Но это не базовая методика, естественно, а это больше про стратегии, про более эффективные, как детей научить справляться с пассивными нагобыками более эффективно. И как эффективно учить говорение, как этого говорения добавить в их жизнь, причем, чтобы это было в классе помимо класса. Ну и письмо, как можно писать, где можно писать, как давать обратную связь, как это все делать, делать более эффективно. Работа с лексикой будет. Это тоже такой большой блок допрочного запоминания, потому что ретеншн для лексики из-за запоминания это самая большая проблема. И там будем говорить, как ее вводить, как часто ее отрабатывать, повторять, где ее фиксировать, как вообще эту лексику брать. Там больше будет лексического подхода, то есть не отдельные слова, а все-таки расширять до коллокаций и работать с коллокацией. Будем говорить про выведение в речь сложных грамматических структур, потому что штука-то не только в том, чтобы выучить, как выглядит третье условное предложение, а чтобы сделать так, чтобы ребенок все-таки смог преодолеть свое плато, уровень B1, и добраться до B2, а признак B2 это спонтанные речи сложных грамматических структур, в том числе. Как это сделать? Работа с родителями, кусочек вы уже видели, но это не все. Больше на курсе. А как экзаменационную подготовку сделать частью курса по общему английскому? То есть хочется с детям помочь и с будущими экзаменами, как это встроить, чтобы это было не время затратно и в то же время было регулярно? Будем говорить про инструменты развития мягких навыков, они сейчас везде и всюду, это важно вообще, об этом знать и помочь делать. И очень важно еще развивать осознанное учение у подростков, это повышает их мотивацию и вообще делает работу более эффективной, более приятной для них и для вас. Будем говорить про систематизацию учебных материалов, где сложить материалы, причем независимо от того, работаете вы оффлайн или онлайн, материалы где-то мы фиксируем. И удобно, если у учеников есть доступ к этим материалам постоянно, без вашего участия, такой автономный доступ, где их разместить и как это сделать. И будем говорить про простые в использовании эффективные онлайн-инструменты. Онлайн-инструменты, кстати, тоже нужны далеко не только при работе онлайн. Онлайн-инструменты можно пользоваться и при оффлайн-работе, и в классе ими можно пользоваться. И дома дети могут этим пользоваться, тем более, что они в подростковом возрасте тем более, очень хорошо в этом всем ориентируются. Так, и сколько стоит курс? До 1 октября он стоит 4500 рублей включительно, и потом со 2 по 14 октября, то есть по дату начала курса, 5600 рублей. Можно заплатить частями. Как вот это мои контакты, смотрите, можно, во-первых, отсканировать этот QR-код, это мой Телеграм-канал. И сейчас я, когда буду отвечать на вопросы, я вам в чат, просто мне нужно для этого выпустить демонстрацию экрана, я в чат кину тоже ссылку на этот Телеграм-канал, кому-то неудобно сканировать QR-код, и кину ссылку на сайт самого курса, где можно поподробнее про него почитать. Вот. Коллеги, я, наверное, вот так сейчас останавливаюсь. Сейчас, пока не забыла, спину вам ссылку на свой Телеграм-канал, можно присоединяться. Там у меня не только про курс, там про обучение подростков, про обучение взрослых, иногда про обучение детей тоже, потому что я консультирую по этому вопросу, и у меня есть что сказать. и там же можно по курсу я даю более подробную информацию, блоки расписывают, что в каждом блоке конкретно будет. Вот это можно присоединяться к моему каналу, надеюсь, быть вам полезной. Да, там про уроки присоединяюсь, там заметки на полях методического и не методического плана тоже пишу. А сейчас кидаю вам тоже ссылку, но это уже на сайт курса. Вот, там можно почитать про курс более подробно в канале и там, в общем, выбирайте. Так, а теперь читаю вопросы, отвечаю на вопросы. А, вопросов нет, есть, спасибо. Коллеги, если есть какие-то все-таки остались вопросы, можно их писать, можно озвучить, микрофончик включить, просто у меня спросить. Тут еще осталось? Коллеги, если есть вопросы, да, пожалуйста, задавайте, чтобы не тратить время, может быть, на написание в чате, можно озвучить их через микрофон. Да, работа телевизор с МИОВЗ-занятия не работаю, потому что у меня нет квалификации, поэтому я не работаю с МИОВЗ-занятия. Это отдельная вообще история, я просто не берусь, потому что я не профессионал в этом отношении. Еще, пожалуйста. Видимо, нет больше вопросов, тогда, коллеги, сейчас в чате появится информация о том, как можно получить сертификат. Сертификат можно приобрести, и там будет отметка повышения квалификации, пожалуйста, можно проходить по этой ссылочке. Вам спасибо большое, я все-таки надеюсь, что я была полезна сегодня, вам удачи в этом учебном году, у нас сентябрь, начало сезона, и пусть он у вас пройдет не только эффективно и продуктивно, но и приятно, и пусть будет время не только на себя как на учителя, но и себя как на человека. Все. Владимир, спасибо вам большое за такой замечательный, продуктивный, в общем-то, за такое достаточно короткое время, мы действительно очень многое узнали, действительно, вебинар был очень интересный, логически, прекрасно построенный, вот, мне кажется, даже он будет полезен всем учителям, независимо от того, работает ли он в общеобразовательной школе, работает ли в частной школе, занимается ли репетиторством, я думаю, эта информация будет очень актуальна и полезна, ну, практически всем, без исключения учителям, в какой бы форме они не работали. Спасибо огромное, мы надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество и ждем еще ваших вебинаров на нашей платформе. Спасибо большое, спасибо, было очень интересно, спасибо огромное. Всего доброго, коллеги, тогда мы, наверное, еще, наверное, мы тогда отключаемся, еще, ну, не отключаем вебинар, но Ольга Владимировна отключается, а мы тогда чат еще повисит трое-пять минут, чтобы мы могли там ссылки посмотреть, где-то что-то пройти, скачать. Все, коллеги, тогда всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.